Всем привет! Конор выбыл из рейтинга Pound for Pound. В чем причина того, что Хамзат Чимаев покинул рейтинг полусредневесов? А еще, как и кто встретил Чимаева в Чечне? И почему Стерлинг не сможет отказать Пете в реванше? Друзья, усаживайтесь поудобнее, я подготовил для вас кое-что интересное. Приятного просмотра! Мы начинаем! Конор Макгрегор выбыл из рейтинга Pound for Pound UFC. Лучших бойцов, вне зависимости от весовой категории. Перед вами обновленный рейтинг, и Конора в нем, как видите, нет. Изменения произошли после турнира в минувшие выходные. Это был номерной UFC 259. Сразу после своих побед несколько топ-имен переместились в рейтинге. То, что Конора вытеснили, это было вопросом времени, потому что парни выступают. Данна разработал напряженный график на весь 2021 год. Качество боев зашкаливает, рейтинг лучших – яркое тому подтверждение. Конор проиграл паре на UFC 257, а чтоб закрепиться в рейтинге, надо побеждать. Когда-то Макгрегор был лицом рейтинга Pound for Pound, но все меняется. Все его заслуги отражаются в зеркале заднего вида сейчас. Чтоб вернуться в топ, ему надо несколько ярких побед. Сегодняшний рейтинг, как видите, включает в себя лучших из лучших в нашем спорте. Пишите, согласны ли вы с рейтингом Pound for Pound, что думаете, кто лишний или все на своих местах. Напишите ваше мнение, а мы движемся дальше. Хамзат Чемаев исключен, так же, как и Конор, из рейтинга UFC. Только речь идет о рейтинге полусредневесов. Чемаев занимал 14-ю строчку, но в обновленной таблице его имени нет. На месте Хамзата под номером 14 теперь Шон Бредди, который блестяще выступил. На прошедшем турнире на выходных он победил Джейка Мэттьюса в третьем раунде треугольником. Чемаев прилетел в Чечню, а Рамзан Кадыров лично встретил его в аэропорту. По этому поводу был написан большой текст. И теперь Хамзат Чемаев будет продолжать восстанавливать легкие здоровья в целом в Чеченской республике, как и обещал. Кадыров еще раз напомнил, что Хамзата Чемаева поддерживает весь чеченский народ. Все желают ему победы и хотят видеть его чемпионом UFC. Майкл Чендлер воссоздал флешмоб, популярный в ТикТок. Только вместо клюквенного сока он пьет соус чили Дастина Парье. Вместо скейта использовал детскую машину, в которую еле-еле вместился. Чендлер подпевает песни Fleetwood Mac Dreams, так же, как это сделал в оригинале Натан Аподака, он же Dogface 208. Подписал это видео Чендлер словами «Посмотри на руль, это Бентли, Дастин Парье». Увидимся на вершине. Натан Аподака стал популярным благодаря одному только видео. История видеоролика очень интересная. Коротко расскажу. Он был простым рабочим из Айдаха. Ехал себе на работу и в какой-то момент сел у него аккумулятор в машине. Ну, бывает. Но добираться как-то надо до работы. Вот он и решил достать свой скейт, встал на него и погнал по шоссе. Сегодня Аподака популярный блогер, у него много подписчиков, он посвящает себя творчеству. Поэтому видео, снятое Майклом Чендлером, еще раз напомнило, как простой парень может стать звездой интернета. Посмотрите видео, у него много разных версий. Поднимите настроение себе и своим близким. Ссылочку я оставлю в описании под этим роликом. На этом не останавливаемся, идем еще дальше. Рафаэль Досанес не хочет, чтобы хайповали на имени Ислама Махачева. Ему не нравится, что много внимания стороны СМИ и ММА. Сообщество направлено не в его сторону, а в сторону друга Хабиба. Многие говорят, что Махачев станет следующим чемпионом в легком весе. РДА и Махачев должны были встретиться в ноябре прошлого года. Но наш спортсмен выбыл по причине болезни. И вот теперь кажется, что новый виток, похоже на то, что раскрутка буя началась. Под постом со словами Даниэля Кормье про Махачева, что он самый опасный легковес, РДА возразил. Он что, только что побил топового претендента? Бенел Дариуш побил Добера? Ну, никто не говорил из-за этого всякую чушь. Остановите этот хайп, пишет РДА. Ну, Ислам Махачев смотрит сейчас не на Дусанеса, а нацелился на бой с Тони Фергюсоном. Он хочет сделать то, что не получилось у Хабиба. Выйти в октагон с Аль Кукуем и отправить его в полет с дагестанскими авиалиниями. У Махачева прекрасная серия с 7 побед. Он мотивирован. И к 2021 году у него самые высокие планы. Что вы думаете о комментарии Рафаэля Досанеса, напоминает о себе, хочет бой? Давайте все это обсудим в комментах, но только после того, как досмотрите видео до конца. Дальше у нас. Тренер Петра Яна Маркас Дамата за то, что реванш со Стерлингом организовали в мае. Послушайте его слова. Дана Уайт сказал, что нужно провести этот бой еще раз. Стерлинг согласился, что матч-реванш нужен. И Петр также стремится к еще одному поединку. Поэтому я сомневаюсь, что возникнут какие-то проблемы и будет задержка. Возможно, он пройдет в мае или июне. Считаю, что май идеальный вариант, сказал тренер. Стерлинг стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим титул дисквалификации соперника. Его раскритиковали фанаты. Большая часть ММА сообщества сходится в том, что Стерлинг играл как актер. И он мог продолжить бой после удара коленом Яна. При этом тренер Дамата сказал, что трудно поверить, что боец, пропустивший такой удар, мог думать и адекватно оценивать все происходящее. И при этом рассказывать о ходе боя в интервью после поединка. Тренер Американ Топ Тим хочет, чтобы реванш был как можно скорее. А заявление Сихуда о возвращении и бою со Стерлингом вызывает у него смех. И ничего, кроме смеха. Пока нет точной даты, когда будет назначен реванш, известно только, как мы уже сказали, что это будет или май, или июнь. Понятно, что Ян стремится вернуть то, что он потерял как можно скорее. И многое будет зависеть от нас с вами, болельщиков. Хороший знак в том, что в новом интервью Алджа рассказал, что рассматривает бой Сихуда, но после того, как они с Яном проведут реванш. Все-таки чувствует на себе давление болельщиков из СМИ, так и говорит, что много пишут ему в директ. Понятно, что в этой ситуации у Стерлинга просто нет выбора провести реванш с Петей. Это самое правильное его решение. Спасибо, что досмотрели до конца. Я постарался подготовить самые интересные новости на эту минуту, чтобы вы не скучали. Продолжаем и дальше следить за миром ММА. Увидимся в следующем выпуске. Всем удачи, друзья, здоровья и до скорого.